Как можно оценить продукты питания? Каждому продукту питания необходимо подходить с позиции двух составляющих материальной и информационно-энергетической. Например, материальная составляющая мяса это белки, углеводы, жиры, животного происхождения, микроэлементы и так далее. Чисто на материальном уровне мясо поддерживает организм человека. Если же рассматривать мясо на информационно-энергетическом уровне, то вместе с ним в организм попадает очень много стрессорной информации, энергии от забоя и умирания животного. Агония была. Прежде чем животное умирает, это, естественно, пропитывает все, будем говорить, ткани организма соответствующей информацией, стрессом. Эти чуждые организмы у человека аналитические структуры разрушают нашу полевую форму жизни, действуют на сознании и поведении. Кроме того, в мясе содержится информация, энергия, необходимая для развития животного, о его полевых структурах. Попадая в человеческий организм, полевую форму жизни, она пытается их перестроить на манер животного организма, мешает нормальной работе, искажает голограмму. Если человек съедает мясо после долгого перерыва, он может получить серьезный информационно-энергетический удар. Далее я вам приведу интересную информацию, даваемую в просветительском центре Санния, Санкт-Петербург. Нас часто спрашивают, на основе чего вы делаете эти выводы. Все очень просто. Мы можем смоделировать, спрогнозировать ситуацию. Мы смотрим, каково будет состояние тел, систем, энергетических центров, если мы будем употреблять тот иной продукт. Что случится с элементами вашего внутреннего мира, если я съем кусочек мяса? Мы видим, например, что идет выброс негативной энергии, информации в линию судьбы. О, глубоко копнули. То есть есть или не есть мясо? Кто-то говорит, что можно есть, а потом проводить энергетические чистки. Это же не выход. Потому что вместо того, чтобы продвигаться вперед, вы будете топтаться на месте каждый раз, преодолевая загрязнение. Нам часто говорят, что в вопросе употребления мяса мы ставим человека в очень жесткие рамки. А что делать? Если вы идете по улице и хотите, чтобы ваша обувь оставалась чистой, вы же не полезете в грязь, а обойдете ее в сторону. Если вы хотите, чтобы ваш внутренний мир был чист, вы должны ввести некоторые ограничения в питании. Нам говорят, без этих белков человеку не обойтись. Конечно, будет тяжело поначалу, потому что мясо оказывает влияние на нас. Мы сформированы через эти белки. Эти структуры нас пропитали. Для нас мясо в определенной степени становится уже наркотиком, привычкой, с которой трудно расстаться. Почему же возникают трудности, если человек резко переходит на растительное питание? Часто приходится слышать. Я съел маленький кусочек мяса и уже сыт. А когда съедаю большую порцию овощей, все равно чувствую голод. Как будто что-то сосет в желудке и просит еды. Не зря у человека возникают такие ассоциации. На энергоинформационном уровне мы увидели в желудке змея, который сосет соки. Вместе с овощами и фруктами в желудок поступают энергетические яйца этих паразитов. А энергия мяса убивает их. Чтобы в желудке не происходило развитие информационных паразитов, необходимо сначала мысленно вытащить змея из желудка, а затем полость рта поставить через молитву специальный символ. Он будет работать как фильтр, не пропуская все эти информационно-энергетические яйца с растительной пищей внутрь. То есть я вам изложил информацию, которую преподают через просветительский центр Санны. Санкт-Петербург. Я тут ни при чем. Вы зашли на мой канал Малахов ПРО. Канал имеет несколько направлений, которые отражены в соответствующих плейлистах. Целебная кулинария. Рассказывает о том, как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма. Природная косметика. Как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы. Лунный цикл и народные приметы. Каждый день несет свою особую энергетику и особенности, которые надо правильно использовать, чтобы преуспеть в жизни. Библиотека. Здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать, как работают те или иные средства оздоровления, а также разработать свою собственную систему оздоровления. И что важно, задать интересующий вас вопрос. И кроме указанного, посмотреть другие плейлисты, в которых я рассказываю о своем опыте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!